Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидомом. Когда вы высвобождаете свою веру в Бога, вы прочищаете сосуды и начинаете верить в силу Божью в вашей жизни. Вы в прошлом разочаровывались. Вы молились Богу, чтобы Он исцелил или дал вам обеспечение, но этого не случилось. И знаете, вы не одиноки в этом. Я тоже это пережил. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться Ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди. И вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. В Марка, глава 11, стих 23, Иисус сказал, «Имейте веру Божью». Давайте скажем эти слова вместе. «Имейте веру Божью». Обратите внимание, что Иисус не сказал, «Имейте веру в себя», потому что сами себя вы спасти не сможете. Вы не можете делать то, что может сделать только Иисус. Он не призывает иметь веру в своего босса, в своего работодателя. Имейте веру в образование, получение в университете Орла Робертса. Имейте веру в Бога, потому что только Бог может делать то, что вам нужно. Этого не может сделать ни один врач, ни один консультант, ни один работодатель. Кто из вас нуждается в том, чтобы Бог вмешался в вашу ситуацию? Это действие Бога. Когда Бог что-то делает для вас ради вашего же блага, когда Бог делает то, что сами вы делать не сможете, когда Бог делает то, чего не купишь за деньги, в чем не помогут связи. Сегодня в этом зале есть люди, которые пережили это на себе. Вы видели в своей жизни чудеса. В той автомобильной аварии вы должны были погибнуть, но Бог вас чудом спас. У вас был рак. Вы должны были умереть, но Бог вмешался и исцелил, и вы до сих пор живы и здоровы. Ваш брак уже давно разрушился бы, если бы не Божье чудо. Ваш долг вырос бы до сотни тысяч долларов, но Бог вмешался и помог вам вовремя оплатить ваш долг. Итак, Иисус говорит, веруйте в Бога. Где нам взять эту веру? Она находится отслышания. Римлянам, глава 10, стих 17 говорится, «Итак, вера отслышания, а слышание от Слова Божья». Чем больше я слышу Слово Божье, тем больше я осознаю, что может сделать Бог. Чем больше я слышу, что Бог исцеляет больных и дает финансы тем, кто нуждается и помогает людям, оказавшимся в очень сложной ситуации, тем больше у меня веры, что Бог может сделать это и для меня. Если Он сделал это для них, Он может сделать это и для меня. Итак, вера приходит от слышания Слова, но также вера приходит от знания воли Божьей. В 1 Иоанна, глава 5, стих 14 сказано, «И вот какое дерзновение». Скажите, «Дерзновение». Бог хочет, чтобы мы с вами имели уверенность, когда мы говорим с Богом. Когда мы молимся, Бог не хочет, чтобы мы приходили к Нему со словами, «Я знаю, что Ты всего лишь терпишь нас здесь, на земле. Я знаю, что Ты сердишься на нас». Нет, Бог хочет, чтобы мы имели уверенность в том, что Он желает делать что-то для нас, потому что Он благой Бог, благой Отец. Иоанн говорит, «И вот такое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего? По воле Его». Он слушает нас. Следующий стих. «А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем мы то, что получаем просимое от Него». То есть Бог отвечает на наши молитвы, но Он отвечает на наши просьбы, когда мы просим по Его воле. Мы говорим, «Я хочу есть конфеты каждый день». Благослови меня, Бог. А что говорит Библия? «Есть ли воля Бога на то, чтобы ты каждый день ел конфеты?» Многие не имеют уверенности в молитве. Нужно понять, в чем состоит воля Божья. Желает ли Бог принести в нашу жизнь исцеление, принести нам обеспечение? Хочет ли Бог дать вам направление в жизни? Вы не знаете, что ждет вас в будущем? Будет ли у вас работа? Получите ли вы образование? Будете ли всю жизнь оплачивать суду на колледж? Я когда-нибудь женюсь? Найду ли я себе единственного? Будут у нас дети? Избавится ли мой муж от этой зависимости? Если все это крутится у вас в голове, и вы не уверены, просто загляните в Слово Божье. Есть ли воля Божья на то, чтобы принести в мою жизнь исцеление? Мы можем ясно увидеть, что является волей Божьей для вашей жизни в Иоанна 10, стих 10. Иисус сказал, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Некоторые думают, что Иисус желает, чтобы мы страдали, чтобы мы все время только страдали. Эти люди говорят вам неправду. Стоит только заглянуть в Слово Божье. Иисус сказал, «Я восполню все ваши нужды по богатству своему, в славе во Христе Иисусе». Иисус сказал, «Просите и получите, стучите, и вам отворят. Ищите и найдете. Кто из земных отцов, когда ваш ребенок просит дать ему хлеба, подаст ему камень? Насколько же больше ваш Небесный Отец желает дать вам благо Царства Небесного?» Сила Божья — это как душ. Если вы становитесь под душ, включайте его, а течет лишь маленькая струйка. Вы думаете, «Что случилось с моим душем?» Вы вызовете сантехника, и он обнаружит, что ваши трубы засорились, вода не может просочиться. Оттуда идет такая тоненькая струйка воды или воды нет вообще. Вам нужно прочистить засорившиеся трубы, чтобы вода снова могла течь. Также и сила Божья хочет двигаться в вашей жизни. Я не хочу тоненькую струйку силы Божьей. Не просто пару капель. Я хочу стоять под обильным душем силы Божьей. Я хочу, чтобы Божья полнота протекала во мне и через меня. Я хочу всего этого для Его славы. Жизнь одна, и мы должны иметь жизнь с избытком, которую Иисус обещал. Но нужно проверить, нет ли в моем сердце того, что засоряет мои сосуды, через которые должна течь вода. Я верю, что первое, что может вам помешать, — это неверие. Вы не верите Богу. Вы ходите в церковь и слушаете проповеди, и говорите, «Уверен, что для кого-то Бог действительно что-то может сделать, но только не для меня». Фома имел эту проблему. Будучи последователем Христа, он не верил, когда ученики сказали ему, «Иисус воскрес из мертвых. Не поверю, пока сам не увижу». Многие люди сегодня не верят, пока не увидят. Но зачастую нам нужно сначала поверить Богу. А потом мы увидим чудо, увидим прорыв. В этом суть веры. Вера — есть же осуществление ожидаемого, и уверенность в невидимом. Кто-то из вас перестал верить в Божью силу, потому что в прошлом вы разочаровались. Вы молились Богу, чтобы Он вмешался, исцелил или дал вам обеспечение, но этого не случилось. Я хочу пригласить сюда Натали Кресге. Она только что вернулась с миссии. Она видела, как Бог двигался через нее. Сначала я была с группой старшеклассников. Мы были в школе, которая насчитывает 500 учащихся. Мы показывали небольшую сценку, и потом делились Евангелем. Многие из учеников спаслись и получили исцеление. Когда служение закончилось, ко мне подошла учительница с девочкой из 7-8 класса. Через переводчика я поняла, что девочка не слышит. Учитель попросил и меня помолиться за нее. Я просто начала молиться с переводчиком, высвобождать свою веру. Я молилась. Бог, тебе эта девочка дороже, чем нам всем. Как бы сильно мы с ней не сострадали. И мы молились, и я возложила на нее руки. И как только я открыла глаза, в этот момент я увидела учительницу всю в слезах. Я попросила переводчика поговорить с девочкой, чтобы посмотреть, не произошли ли какие-то изменения. Девочка удивленно смотрела на меня. Я понимала, она слышит впервые в жизни. Это был чудесный момент. Бог презрел на нее. Слава ему. Поэтому, вне зависимости от того, кто вы и где вы, вы можете жить в Доминикане или в Америке. Он использует тех, кто доступен для него. Кто желает, чтобы Бог двинулся через него. Бог желает исцелять людей. Слава Иисусу! Прощение прочищает наши сосуды и позволяет воде течь обильным потоком в нашу жизнь. Непрощение повышает наше кровяное давление. От горечи и непрощения гниют наши кости, ухудшается наше здоровье. Мы не можем спокойно спать по ночам. Вы постоянно думаете о вашем обидчике. Но как только вы прощаете их и отпускаете обиду, вы становитесь здоровее. Бог может сотворить чудо в вашем сердце. У кого-то из вас сердце разбито. Вы потеряли близкого человека, мужа, жену, отца. Может, вы пережили ваших детей. И вы говорите, «Пол, я сомневаюсь, что мое сердце может исцелиться, и что я снова почувствую себя живым. Когда умер мой близкий человек, я умер вместе с ним». Но я хочу сказать вам, мы служим Богу, который есть воскресение и жизнь. Он может исцелять разбитые сердца, исцелять разбитые браки. Бог может применить и сотворить свое новое. Я хочу показать вам место Писания. Это Луки, 7 глава, 11 стих. Одна семья шла по одну сторону города, а Иисус шел с другой стороны. Это происходило в городе Наин. Скажите, Наин, этот город сочетал в себе красоту и страдания. И такое сочетание мы видим в ситуации, описанной в этом отрывке Писания. Красота столкнется со скорбью, жизнь прикоснется к смерти. Иисус шел со служения. Я хочу наглядно показать вам эту ситуацию. Он видит перед собой семью, несущую мертвого. Для этого нам понадобится несколько человек. Мне кажется, они уже готовы. «Сэм, ты сыграешь мертвого, хорошо?» Иисус шел с другими членами церкви. Только что закончилось богослужение. Вы можете сыграть со мной членов церкви? Мне нужно несколько человек. Итак, вот идет Иисус. Он только что закончил свою Нагорную проповедь. Они все полны радости, им так хорошо. Они в восторге от праведного времени. Но вот они видят перед собой другую группу людей. И в 11 стихе сказано, что мать и плакальщицы оплаковали умершего сына этой вдовы. Такова жизнь. Так бывает, что люди шагают в победе и встречают на пути других людей, которые столкнулись со смертью. Иисус видит печаль этой вдовы. «Ты сыграешь вдову?» «Я хочу, чтобы ты сыграла мать этого парня, но нужно, чтобы ты была в скорби». «Покажи печаль». И вот она плачет и скорбит. Иисус встречает вдову. А теперь представьте, что вы вдова, у которой умер не только муж. Она уже потеряла мужа, а теперь она к тому же потеряла единственного сына. Он был ее будущим. Ее сын должен был вырасти и позаботиться о ней. Он был ее зеницей ока. Он был ее опорой и надеждой на луч света в ее судьбе. С его смертью она потеряла все. Она осталась совсем одна. И вот она идет, и она в полном отчаянии. «Неужели это конец? Неужели этим все закончится?» Некоторые из вас сегодня в безнадежной ситуации. У вас в доме есть оружие. И вы подумаете о том, как прекратить свои страдания, потому что у вас совсем не осталось надежды. Вы говорите, «Это мой последний шанс». Я приложил усилия, решил найти жизнь и прийти в церковь. Но внутри я мертвый. Я смотрю на мертвеца, на мертвую ситуацию. Но Иисус говорит, «Это еще не конец. Это еще не конец». Мне нравится, что перед тем, как принести исцеление, Иисус прикасается к мертвому. В те времена религия учила тому, что живой человек не должен прикасаться к мертвому. Это делало человека нечистым, оскверненным. Если ты прикоснулся к нечистому, это отделяло тебя от Бога. Религия всегда отделяет нас от страдания. Религия отделяет нас от близких отношений и от того, что мы ощутили в сердце, что хочет сделать Бог. Религия пытается держать нас на расстоянии от силы Божьей. Но Иисус разрушил религиозные барьеры и прикоснулся к мертвому. Иисус не боится прикасаться к тому, что мертвое в нашей жизни. Ему не все равно. Он возложил на него руки и сказал, «Юноша, я говорю тебе, встань». Тот парень встал. Его ноздри наполнились дыханием. Иисус показал матери и ее сына живым. В тот момент все изменилось. Да, я хочу сказать вам сегодня, что Иисус сделал в 11 стихе. Он хочет сделать это и для вас. Некоторые из вас сейчас очень в сложной ситуации. Неужели это конец? Бог говорит нам, «Нет, ты достоин чуда. Не нужно сдаваться. Подними свой взор на Господа. Уповай на Господа. Возложи на Него свои заботы. Отдай Ему то, малое, что у тебя есть». Кто-то не слышал на прошлой неделе свидетельства Чада Кинга. Он встретил Стейси на служении в церкви. Чад закончил университет, и у него был долг в 110 тысяч долларов. Он не знал, как будет отдавать эти деньги. Он получил диплом, не имея ни девушки, ни работы. Переезжая из Орегона в Таусу, он надеялся, что Бог благословит его хорошей работой. Но в 2008 году рынок недвижимости полетел, и многие потеряли работу. Студенты были в полной растерянности, что ждет их в будущем. К тому же он надеялся, что найдет себе вталлся жену. Я сказал, «Чад, давай молиться. Давай высвобождать свою веру». Чад начал молиться, служить и жертвовать. И Бог вмешался в его ситуацию. Он получил работу. У него появилась девушка, потом она стала его женой. На работе он получил повышение. Его сделали руководителем отдела. Он поднялся по карьерной лестнице. У них родился ребенок. Бог дал ему все необходимое, и три недели назад они выплатили студенческую суду. Чаду 31, и у него больше нет долгов. Если Бог сделал это для них, Он сделает это и для вас. И третье, что я считаю мешает людям иметь в жизни с избытком? Итак, первое, это неверие. Второе, желание довериться. И третье, непрощение. Иисус сказал, прежде чем вы о чем-то начинаете просить Меня, прежде чем прийти к жертвеннику со своей просьбой, если в вашем сердце есть обида на брата или на сестру, разберитесь с ней. Одна из наибольших преград, мешающих в воде пролиться на нас, это то, что засоряет трубы. Это не прощение, рана или обида в сердце. Если вы держитесь за свои обиды, тем самым вы удерживаете благословение Божье, которое Он желает излить в вашу жизнь и через вас. Вы должны простить. Я не говорю, что ваши обидчики правы, но вы должны их простить. Тем самым вы откроете доступ, чтобы в вашу жизнь потекли потоки Божьей воды. Прощение прочищает наши сосуды и позволяет воде течь обильным потоком в нашу жизнь. Непрощение повышает наше кровеносное давление. Обиды не поглощают вас и не занимают все ваши мысли. Вы выселили все обиды и всю горечь из вашей головы. Гейл, выйди сюда, пожалуйста. Я хочу, чтобы все услышали это мощное послание. По благодати Божьей в июне 2009 года моя семья переехала в Талсу. И Бог поместил нас прямо по соседству с пастором Шерон. Пастор Шерон была очень добра к нам. Она настойчиво приглашала нас в церковь, на пасхальную праздничную программу и на Рождество. О, я всегда отвечала. Я уже христианка, я посещаю церковь, так что за меня не беспокойтесь. Сейчас я понимаю, что мое христианство было чисто формальным. По сути, я тогда не имела отношений с Богом. Осенью 2017 года моя младшая дочь, которая исполнилась 16, подошла ко мне и сказала, «Мама, я чувствую, что мне нужно что-то большее. Я бы хотела попробовать пойти в другую церковь». Пастор Шерон нас всегда приглашает. У нее такая милая семья. Мы с ними прекрасно общаемся. Почему бы нам не начать ходить в церковь Победа? К тому же она совсем близко. Мы пришли в церковь Победы и первое служение было просто «Ого!» Эти люди знают что-то, чего я не знаю. Мы сидели на служении, и вдруг нам показали один из видеороликов, призывающих и поехать на миссию. Моя дочь сказала, «Мама, давай сделаем это!» Я ответила, «Ну хорошо, давай!» И мы поехали на миссию в Гондурас. Это был май 2018 года. Поездка была особым переживанием. Мои формальные отношения с Богом превратились в близкие с этой поездкой. Я изменилась. Я видела спасение многих людей. Происходили невероятные вещи. Когда я вернулась домой, я начала замечать чудеса, которые Бог производит в нашей семье, в наших детях и в нашем браке. Но если честно, в том, что касалось исцелений, я все еще была полна сомнений. Моя дочь заканчивает школу, и мы решили перед колледжем поехать в миссию в Доминиканскую республику. Мы поехали группой, и мне в ответственность дали пять прекрасных старшеклассниц. Я была лидером группы. Нам позволили послужить в одной из больниц. Мы быстро разделились по группам. В моей группе досталось детское педиатрическое отделение. Больницы в Доминикане совсем не такие, как у нас. Слева была кровать, на которой лежал трехлетний мальчик. С ним рядом сидела его мать. А с другой стороны лежал совсем еще малыш. На кровати была его бабушка, а недалеко на другой кровати была его мать. Она даже не могла к нему подойти. Я была волонтером в хосписе, и я знаю, каково это, когда кто-то умирает. Я знаю, как дышит умирающий. Этот младенец был без сознания. Я не знаю, как долго он был в таком состоянии, но от переводчика я узнала, что дома он отравился ядом. Итак, перед нами был умирающий ребенок. Ему было год и два месяца. Никакого медицинского оборудования. Просто полотенце. А мама, которой было на вид 18 лет, даже не могла сидеть возле своего ребенка из-за того, что ее переполнял стыд и чувство вины. И вот я в этой палате с прекрасными девочками-подростками. Как я могла подойти и помолиться за него, если я не верила, что Бог может его исцелить? Мы склонили свои колени, возложили одну руку на ребенка, другую на маму. Я молилась с переводчиком. Некоторые девочки молились духом. Кто-то молился про себя. Когда я произнесла «Аминь» и открыла глаза, я увидела два маленьких карих глазика с длинными ресничками. Он очнулся. Но как? Я же не верю в исцеление. Как такое могло произойти? Но Бог сказал, что мне это было нужно. В тот день он исцелил этого малыша по имени Максимилиас. Моего сына тоже зовут Макс. Господь исцелил его мать. И он исцелил меня. И он исцелил тех девчонок. И он исцелил бабушку малыша. И также Господь исцелил переводчика. Это было чудо. Если Бог мог использовать меня, меня, которая была полна сомнений, то он может использовать и вас. И он может исцелить вас от чего угодно, если вы только ему поверите. Он совершит любое чудо. Я никогда не могла поверить, что Бог исцеляет людей. Да, я могла предположить, что когда-то, где-то происходили какие-то чудеса. Но не со мной и не здесь. И тем более, я никогда не могла даже и представить себе, что Бог кого-то исцелит, когда молиться буду я. Но Господь благ и милостив. Иисус все еще творит чудеса. Иисус все еще двигает горы. Он все еще воскрешает мертвых. Он открывает глаза слепым и уши глухим. Иисус все еще приносит надежду исцеления. Тот факт, что записано в Евангелии происходило 2000 лет назад, не означает, что это больше не произойдет. Мы видим, как это происходит в нашей церкви. И здесь, в Талсе, каждый день я хочу сказать вам, какой бы невозможной ни была ваша ситуация, какой бы сложной она ни была, Иисус все еще творит чудеса. Это еще не конец. Я приглашаю вас произнести эту молитву вместе со мной. Иисус, я сдаюсь в Твои руки. Я уповаю на Тебя. И я весь Твой. Господь, я верю, что Ты можешь творить чудеса. Поэтому я верю, что Ты сотворишь чудо в моей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились этой молитвой с верой, то я верю, что Бог начнет действовать в вашей жизни. Возможно, вы находитесь в ситуации, которую вы не можете контролировать, и вы не знаете, что вам делать. Я верю, что Бог вмешается в вашу ситуацию. Мы, как церковь, хотим вам послужить. Не забывайте, что ваши лучшие дни прямо перед вами. Субтитры подогнал «Симон»